Если ты меня и знаешь, то скорее всего мы познакомились в видосах, где я смотрю самое лучшее по Sims за неделю. Самые смешные события, самые интересные новости, самые необычные крутые постройки. И да, этот видос я сделал с теми, кто делает лучшие постройки в Sims. По мнению сообщества, во всяком случае на реддите, да, Козебилдс. Смотрите, у меня здесь папочка с их комментариями и список домов, в которых они поговорили. Но нам естественно нужно самим на них сначала взглянуть. А еще в конце такой сюрприз, ууу, я его не смотрел, потом расскажу. И первый дом, воу. Я сразу скажу, что я не знал, что отправляю Козебилдс. И да, еще немного инфы, все ссылки на них в описании. Порадуйте, ребят, пожалуйста, можете там написать, что они классные. И для того, чтобы честно оценивать домики, я действительно отправлял им дома, не глядя. Я просто примерно представлял, какие подходят под тот челлендж, который я просил. Именно необычные дома. Первым домом я не разочарован, как вы понимаете. Мне нравится этот кубизм. Куб здесь, кубы здесь, линии. Очень-очень круто, правда. Это, а, это дверь. О, слушай, как дверь вписалась сюда, это супер. Вот эти ступенечки. Какой балкон. И да, черно-белый домик изнутри. В основном, мне нравится этот стиль. Вот здесь вы прислали дома, в которых можно использовать только базовые предметы. Один из домов был очень скромным, без экстерьера, но внутри черно-белым. И мне, в принципе, нравится такой дизайн. Посмотреть эту работу с окном. Это же, вау. Причем, видите, как интересно получается. Форма диагональная. Окно тоже с немного большим углом. Работа с углами. Это как? Наверху у нас что? А, это спальня такая. Спальня. С другой стороны, знаешь, мне не очень нравятся вот эти лестницы. Довольно нелепо, наверное, но без негативного подтекста все-таки. Но нелепо выглядели, допустим, знаменитость или багаж. Багаж, ага. Багач, который карабкается по лестнице после трудового дня. Хотя вот это зеркало здесь на потолке было бы лучше, но мы знаем, что с потолком в Sims нельзя работать. Так что, шикарная работа. И прикиньте, у кого-то комната, у какого-то подростка, а? Я прям даже примерно представляю семью, которая может здесь жить. Шикарный дом. Просто вот, фух. Мне прям легче. Я правда просто видел скрины. В описании ссылка на топик, в который вы скидываете все ваши творения. И я по скринам выбирал, что подходит. Поэтому, полагаясь на скрин, тяжело понять, правда ли годный дом. Это супер годный. И знаете, надо залезть в переписку. Я хочу найти, где я говорил критерии для оценок. Да, у нас сегодня есть оценки. Usability, Exterior Interior, Creativity. Всю инфу сегодня я буду раскрывать постепенно. У нас очень великое событие. Вообще, это же первый международный коллаб в мире Sims. Именно русскоязычном. И первая категория, Usability. Можно ли это использовать в игре? Насколько это вообще играбельная постройка? Не было ли она необычной ради необычности? Абсолютно играбельная. Я бы очень хотел это использовать. Это 10. Внешка, внутренняя. Может быть, мне немного не хватило в экстерьере, знаешь, добавить покраски земли. Потому что я вижу, что здесь наложена вот эта вот трава и все как бы аккуратно. Не вызывает супер вау. Это обычная вау. Я не знаю. 9 по внешке. И насчет креатива. Знаешь, это диагональный дом. Это не супер необычно. Он интересный. Я бы сказал насчет креатива. Это 7. Это выше среднего. Это не обычный дом. Но это не, скажем, особняк в пузе у акулы. Или какая-нибудь ракета, летающая церковь. Заговорил как название с Алиэкспресс. Ну вот, короче, если концепция вашего дома не похожа на название Алиэкспресс, то это вряд ли 10 за креатив. Но 26 из 30 это супер. И да, да, я знаю, вы такие. Рома, ты задолбал. Что там в Козе Билдс? Первое. Диагональный дизайн действительно цепляет глаз. И L-образные штуки для поддержки выглядят так, как будто это здание существует в реальной жизни. Да, кстати, это прям классная деталь, которую можно не делать в Sims. Но когда я ее сделал, все выглядит еще реалистичнее. Ребятам очень понравилась огромная лама. Только посмотрите на нормального размера ламу и то, что здесь стоит. Я не заметил, кстати, я не заметил. Да, этот угол с креслами их самое любимое. Так цветасто и уютно. Я тоже отметил балкон. Я тоже нечего такой строитель, поняли? О, я об этом тоже говорил. Геометрический вот этот цвет, водопады, вот это все действительно шикарно сочетается. Огромный золотой мяч. Очень интересная деталь, которую к тому же видно снаружи. Вау, супер. Черный, бронзовый и белый в качестве цветовой схемы. Это очень элегантно. Согласен. Изобилизти. 9. Внешний вид. 8. Креативность. 8. Диагональные здания, это непросто. Но у тебя хорошо получилось. Посмотри, вот эти рамы поддержки, либо стены, лучше бы отличались по цветам. А еще одна из вот этих вот рамок не касается, из-за чего выглядит странновато. Но в остальном, я тебя поздравляю, 25 баллов в сумме. Я бы ставил 26. Так что, примерно, ты понимаешь, очень-очень хороший дом. Просто офигеть. Что дальше? У-у-у, еще один современный дом. Честное слово, это просто совпадение. Вы сами понимаете, да? Это же просто восхитительно. Посмотрите, вот эту работу с уровнями. Бассейн. У-у-у-у-у-у-у, джакузи, виви. Ой, я обожаю такие штуки. Посмотрите, как он внешне шикарно выглядит, а? И вы посмотрите, как снаружи выглядит спортзал. Вот это, это ж, ну, это просто идеально внешне выглядящий дом, по-моему. У него и солнечные батареи есть. Это еще функционально. Деталечки на крыше. Воу, вот это с крышей тут поработали. Офигеть. Это что вообще? Хрустальный пол? Так, мне нужно разобраться, что внутри. У нас настоящий гараж. В смысле, здесь навалены разные вещи. Шланг для полива вот этого вот. Как детально. Офигеть. Проходим через спортзальчик. Слушай, как это выглядит? Это... У меня нет слов. Посмотри, телевизор. Как все это современно. Стоп, а это что такое? Это... Это апскейл? А, это был... Это даунскейл. Оу, окей. Какая кухня? Работа с уровнями. Стоп, подожди. Здесь сразу не должно быть какой-нибудь лестницы? Сим сможет здесь переступить? Вот это вопросик. Здесь есть, конечно. Но, блин, хочется, чтобы здесь можно было тоже пройти. Что там? Сорян, я не включил авиа. И у меня уведомление с инсту, которое я тоже не отключил. Так, кстати, инсту можете глянуть. Я выложил историю сегодня. Что-то вам понравилось? О, и знаете, вот эту штуку вот я все чаще вижу. Кто хотел сказать, как я хочу себе такой дом в плане в игру? А потом такой, стойте, он же у меня уже в игре. И да, если хочешь себе такой дом, то опять же в описании есть ссылка. Там вот в топик с домами ты либо скидываешь дом, либо заходишь, берешь оттуда что-то. У тебя тоже может быть роддом. Супер. Это что, ремонт? Ты отыгрываешь ремонт. Как я обожаю, когда диваны делают вровень с каким-нибудь полом практически. Я сейчас на стримах строю огромный особняк для Берри. Тоже стримы доступны спонсорам. Под видосом есть кнопка спонсорства. И там тоже диван, который усажен вот так вот в пол. Когда его спинки идут примерно вровень с полом. Смотри, даже по цвету подобрано. Понимаешь, у нас здесь белый, желтый. Ниже у нас, посмотри, больше белого, черного, дерева. Тут у нас темно. Ух ты, спальня, насколько светлая. Зато, представляешь, утро. Хочешь ты такой понежиться, а тебе солнце просто... Я сегодня буду плохо подбирать слова. Но это просто потому что такие дома лишают меня вообще дара речи. Знаешь, я бы сказал, что это все десятки. Единственное, что за креатив, я бы, наверное, дал 9. Потому что здесь много креативных фишек, как я говорил, это не что-то, от чего мир сошел бы с ума. То есть это не дом, построенный в арбузе, условно говоря. Как вы меня, наверное, возненавидите за эту категорию с креативностью, но я думаю, вы просто понимаете, куда я клоню этот вайб. Это очень хороший дом, но это не то, что креативно в плане, вау, я бы никогда о таком доме не подумал. Но за креатив все равно девятку, а остальное десятки. Ну вы сами на это посмотрите. Как это не 10 из 10? Как? Я не знаю. Поэтому никак. 10. Вот и козий билд согласен с внешкой. Смотрите, контрастирующая цветовая схема с деревянными акцентами выглядит очень современно и элегантно. Да, черт возьми, да. Черный цвет в бассейне заставляет его выглядеть gorgeous. Это даже переводить не надо. Я думаю, вы понимаете, насколько роскошно. Вся вот эта вот конструкция вокруг бассейна выглядит просто, но превосходно. И смотрите, что они нашли. Эти полотенца немного не касаются наших, как ето по-русски, шезлонгов. Вот. Переход текстур на стенах, закрытый вот этим вот длинным светильником, очень хорош. И да, черт возьми, я согласен. Тоже постоянно такую штуку пытаюсь, в всяком случае, у себя использовать в богатых домах. И рад, что ребята это тоже заметили. А я поначалу нет. Декорации на всех поверхностях выполнены с очень хорошим вкусом. Согласен. У нас нет нагромождений. При этом различных украшений действительно много. Я только что с юзабилити, на самом деле, похоже, поторопился. Потому что ребятки пишут, что у них не получилось поиграть с этим холодильником. Потому что он скрыт за кабинет. Как же это, вы знаете, на кухне вот эти вещи. Я уже русский язык забываю. Но вы понимаете, что это значит. Короче говоря, да. У нас в таком шикарном доме нет ни единого. Опять, я русский язык забыл. Используемого холодильника. И да, помните, я всегда хвалил свет в четверке. И посмотрите, ребятам тоже понравилось, как здесь поиграли с освещением. Незаконченная детская комната и ванная рассказывает историю. И это очень интересно. То есть, понимаешь, дом становится буквально тем, что помогает нам строить историю. Это же никто до этого не додумывался до этого. Я уже говорил до этого, да. И знаешь, мне придется сменить оценку. Я согласен с тем замечанием по холодильникам. Если у нас нет холодильников, я могу их заменить. Но они будут выглядеть чуть иначе. Так что я поставлю за юзабилити сорян 8. Потому что это все-таки косяк. За креатив я ставлю 9. Потому что вот это вот дом, рассказывающий историю. Нет, окей, хорошо. Давай 10. Просто потому что я в первый раз такое вижу. И да, как вы понимаете, мой итог 28 получается. А что, ребята? Вау! Юзабилити 7. Внешка десятка. Креативность десятка. Очень со вкусом и элегантно. Одна из наших любимых построек. И некоторые подсказки. Да, у вас нет используемых холодильников. Стоп, еще и раковины в ваннах не могут быть используемы. Юзабилити тут, ребята, правы. Это даже не... Ну ладно, окей, я ставлю свою оценку. И дальше у нас... Воу! Церковь? Серьезно? Лимузин? А, это из отладки. Крамотно используйте отладку. Я недавно узнал, что там даже младенцы есть. И животные, которые не двигаются, а просто размещаются на участке. Это заставило меня призадуматься. И никогда больше туда не заходить. Вау! Слушай, как все эти детали сделаны? Как? Так, это все... Это все в одиночку просто... Ты что, прикалываешься, что ли? Вот эти колонны, вот эти кругляшки вокруг колонн. Ты что? Да как? Так, да. А? Я просто вот сейчас немного от афига отойду. И покажу вам разное, но... Вау! Знаешь, я думаю, по эмоциям ты видишь, что все это вызвало у меня куда больше, чем предыдущие два дома. Но оценки, наверное, будут ниже, потому что я думал, что это все жилые дома. А оказалось, что эрт-участок просто немного не вписывается в систему оценок, потому что я не знаю, как считать здесь юзабилити, так как у нас нет вещей, которые я мог бы использовать как в жилом доме. Типа там спален, знаешь, кухни рассчитать. Но черт, по деталям. Внешка и креатив. Окей, вот это 10 за креатив. Внешка. Ну слушайте, мне, я так скажу, не очень нравится такой стиль. Но количество деталей, черт, 10 однозначно. Юзабилити, сорян, это тяжело использовать где-то. Я поставлю 4 ниже среднего. 4 это не типа ужасно, фу, ненавидьте ее все. Вот это, просто это ниже среднего, потому что я вряд ли это буду использовать. Как бы ни 2, ни 1 и ни 3. Если у вас хорошо с математикой, это были те числа, которые меньше 4. И в итоге 24. Просто из-за того, что это такой лот, который не очень, наверное, подходит. Наверное, не стоит отвлекаться на телефон, пока записываю видос. И я пишу заметку с оценками. Давайте покажу вам чуть-чуточку детальнее. Смотрите, сколько у нас разных витиеватых растений. У нас здесь шарики везде развешаны. Вот это вот все. Такое ощущение, как будто здесь действительно только что прошла эта самая церемония венчания. Там подвал еще. Смотри, сколько у нас здесь разных салютиков хранится на будущее. Вау. Это самая детальная, наверное, работа, которую я видел. Да, есть тут какой-то черный шпиль здесь. Есть тут какой-то черный бак. Но это, я так понимаю, просто от того, что уже нагружено. Вы помните, как мы с вами пытаемся сделать крышу, которая будет не отстой. Вы посмотрите, что человек делает. Вот это, вот это. Вот здесь каждая деталь сделана вручную. Видите, оно подсвечивается. Видите, вот этот шарик, столбик. Вот это. Мне надо переосмыслить жизнь. Блин, я бы поставил 11, но Козьи Билдс не знали, что возможно поставить 11 за внешку. Поэтому вряд ли это поставили. Прикиньте, можно получится. И я не видел комментарий оценки, если что. Поэтому буду очень рад, если я поставлю 11, и они тоже поставят 11. Но количество деталей, это просто сумасшествие. Вау. Просто вау. И я очень с ними согласен. Множество слоев на крыше. Куча интересных мелких деталей. Все это, смотрите, как они пишут, реальный особенный талант. Мне нужно будет еще немножко вот так посидеть после твоего дома. Свадебные декорации. Комната с подарками. Детали везде. Душ, ванная, личные уголки. Комната приготовлений в четырех углах на самых высоких этажах. Очень-очень уютные, да. Знаете, вот вам может показаться, типа, «Хей, а где шутки вообще в твоих выпусках?» Это я могу, например, на этот выпуск тебя отправить. Здесь мы сейчас просто делаем большой выпуск, в котором офигеваем. Потому что я офигел. Тут ребята пишут о том, что деталей дофига. Всего очень много. Все супер реалистично. Но здесь тоже нет холодильника. Почему вы подставляете меня? Почему вы не делаете нормальные холодильники? Что за дела? Юзабилити 8, внешка 10, креативность 10. Внешка, креативность 10, это уже что-то привычное, да. Как вы понимаете, 28 с припиской, что это шоу-кейс, как показательный случай настоящего таланта. Похвала, похвала. Молодец, реально. Но пара заметочек тебе, орган, нельзя использовать и никаких холодильников. И видите, судя по семейке, ребята реально там все проверили. Ай, вы еще не устали от большого выпуска такого? Потому что нам еще смотреть. А там еще сюрприз ближе к концу кое-какой. Ох, это будет очень тяжело, потому что деревья здесь, как в режиме жизни, не исчезают в режиме построек. А значит, нужно как-то пробираться... А, это дом на дереве. Окей. 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 Это однозначно креатив. Внешка, я так могу сказать, что, наверное, мне не очень нравится по стилю. И тяжело все же строить, я это понимаю. Где проходит? Дерево, наверное, здесь проходит, да? Тяжело это просмотреть. И на самом деле, не очень еще... Ой, удобно, видишь, из-за дерева оно летает туда-обратно. Но что я могу сказать? Мне нравится стиль мебели. И мне нравится, что, я так понимаю, это все очень вполне себе юзабельно. Потому что у нас есть кухня, здесь можно все смотреть, можно есть. Полез дальше здесь, поспал. Но это, скорее всего, на молодую какую-нибудь пару. Потому что я не представляю, что пара пенсионеров такая... Эх, Матильда, вы прожили хорошую жизнь, а теперь на третий этаж. Для того, чтобы немножечко полить растения, посидеть, отдохнуть, перед тем, как спускаться на первый, чтобы посмотреть игру вечером. Это для молодых. По юзабилити это, скорее всего, чистое прям 8. Да, некоторые категории граждан, конечно, вряд ли здесь будут смотреться хорошо, как я уже говорил, старички. Плюс на районе такое дерево будет все-таки странновато. Но если это в Виндебургер расположить, а вы когда по топику перейдете, там люди свои архивы вставляют с описанием, где лучше всего дом смотрится или какие-нибудь свои пожелания пишут. Вот это тоже читайте. 8, я думаю, 8. Насчет внешнего вида, конечно, знаешь, если мы берем, что вот ок, это 5. То он не заставляет выше среднего поставить себе. И при этом он, ну, он не хуже среднего. Он окей. Пятерка по дизайну и по креативу. Наверное, я видел несколько раз дома на деревьях, они были по-другому исполнены. Но, в принципе, это идея, которая не то чтобы витает в воздухе, но это как бы не церковь. Что? Я до сих пор от нее не отошел, простите. Я поставлю скорее 8. 21 балл в сумме от меня. И вот Козибилдс, вижу, сразу заметили вещь, которую я почему-то не заметил. Некоторая поддержка сделала потом более реалистичным. Согласен. Зона с пикничком делает это даже просто великолепным. Хотелось бы иметь что-то такое же в реальной жизни. Я почти в каждом выпуске говорю, что я живу в лесу. И вообще-то у меня такое реально, да. И да, небольшие ограждения на этом этаже были бы полезны. Конечно, симы не могут упасть с высоты. Но с точки зрения реализма, здесь вот ребята пишут, что их ладошки начинают потеть, когда они смотрят на это. А, и да, смотри. Я не обращал внимания на то, что у меня пусто вокруг участка. Потому что я просто располагаю на большом участке и допускаю, что того куска земли просто не было у тебя в доступе. Но я так понимаю, что был. И тогда получается, что тут ребята тоже правы. Потому что нет никакого лэндскейпинга работы с ландшафтом. То есть смотри, здесь пусто, здесь пусто. Тут тоже пустовато. И все хорошо. Но немножечко сыроватые ощущения от него действительно есть. И вот они пишут, что вот здесь хорошо ведь получилось. То есть можешь. Понравилась цветовая схема. Зеленый и желтый. И да, все вот эти вот заметки, вот это вот, это вот. Все делает дом таким, как будто в нем действительно кто-то живет. Вот это тоже очень хорошо. Много деталичек, хорошие стены. Изоберите, 8, внешка, 7, креативность, 8. Кому не нравятся дома на деревьях. И заметка от ребят тут же. Наполни лот какими-нибудь растениями или водой. Чем-то в этом духе. Иногда большие растения ставят на пути у камеры. То есть просто попадают в камеру и ничего не видно. Это то, о чем я говорил. И да, чем выше вас ждом, тем сложнее управляться с камерой. О чем ребята тоже сказали. На четвертом этаже становится уже сложновато. 23 балла в итоге от ребят. И заметьте, совпадение по юзабирити и по креативу. Оба по восьмерке поставили. Я, они. Так что оказывается, я даже честно и правильно оцениваю. Ну если можно употреблять слово правильно в категории оценивания. И наш следующий дом это что-то с чем-то. Что тут происходит? Что? Мне надо понять кое-что опять. Я думал после церкви меня будет сложнее удивить. Вы посмотрите на это. Какие детали. Ты сделал апскейл статуи и поместил ее туда. Стоп. Ой. Ой. Я не хотел. А, я все сломал. Ты ничего не видел. Теперь это наш общий дом. Мы его сделали. Я внес свою лепту. Двигаемся дальше. Шучу. Я все вернул. Посмотрите как заполнен участок. Я прям вижу какого размера он был. И куда ты не достал. Классно. Я так понимаю в игре еще видно что здесь светлячки. Что здесь куча разных каких-то рыб. Вот это все очень, очень круто. Дом под водой. Ты проработал морскую фауну? Ведь это все под водой. Что? Апскейл камней? А, это из отладки. Все, я понял. У тебя дерево под водой. Что? А, здесь открытый потолок. То есть ты заходишь сюда, находясь под водой. У тебя открытый потолок. Ты, ё-моё, как? Слушайте, шо за выпуск? Просто вот, если вы лайк еще не поставили, досмотрев досюда. Вот, кто ты? Посмотри, у нас есть зона для выхода во внешний мир. Велосипед. Вот это все. Вышел. Погнали. Да, правильно. Машину иметь в настолько. Как это по-русски? Nature friendly. Ребят, ваши следующие донаты за спонсорки уйдут мне снова на изучение родного русского языка. Огромная солнечная панель. Ха-ха. Это комната для массажика, да, я так понимаю? Слушай, хорошие здесь люди живут, видимо, заботятся о здоровье. Посмотри на это, ё-моё, ну как? Видосы снимать. Представляете, такой фон у меня за спиной. Хотя, у меня, по-моему, тоже неплохой фон. Слушай, тут у нас растения разные. И, в принципе, вот, ручками что-то поделать. А, там еще глубже что-то есть. Вся жилая зона глубже. У нас здесь зал. О, какой спортзал. Стоп, подожди, как в спальню добивает свет? Я должен разобраться. Вы видели, как, как там... Её заберите. Надо проверить холодильники. О, ванные. Слушай, я точно знаю, кто сделал этот дом. Я даже так скажу. Дима, привет. И ты точно видел на стриме, как я вот так вот с ванной делал. И камни под ванную стелил. Или как, что там с камнями делать, не знаю. Вдохновился, да? О, у нас здесь сейф, чтобы вот хранить все деньги. Хотя, на самом деле... Лягушки. Лягушки. Это точно, Дима. Кто не знает, весь наш закрытый вот этот движ спонсорский, который вот как второй канал. Там все помешано на лягушках. И это знак. Это знак от своих. Я точно знаю, кто сделал дом. Даже если бы не знал. Это супер потрясающе. И это никак не влияет на мою оценку. Смотри. Холодильник. Есть. Все. Значит, юзабилити супер. Идеально. Другое дело, конечно, что расположить настолько необычный дом можно только в супер необычных местах. Типа, например, на острове на своем или еще где-то. Как вы понимаете, это будет очень странно смотреться в Уиллоу Крик. И знаешь, я только за это сбавлю балл в юзабилити. Девятка за юзабилити. За внешний вид. Но это 10. Это тупо 10. Ну и креатив модерн, который рассказывает историю через детскую копию. Десятка церковь. Десятка. Почему это не десятка? Итого у нас 29 баллов. Да, абсолютно магическая постройка. Смотрите, им нравятся статуи. Растения необычных цветов. Вот это вот все. Как проработано все. Массажный салон, который офигительно выглядит с растениями. Еще им понравилось освещение и рандомный поворот ковров. Смотрите, что нашли. Тут внезапно заканчивается покрас. И это можно было бы скрыть травой, наверное, какой-нибудь. Это да. И да, смотрите, у нас лестница без перил. Она как будто выбивается из такого великого строения. Да, вот такое мы уже начали употреблять. Великое строение. Короче, да, эта лестница немного выбивается. Но вот эта комната. Ё-моё. Под водой обеденная комната. Это большие окна, которые смотрят под воду. Вот этот весь вайп успокаивающий. Потрясающе спроектированная кухня. Да, я согласен. Маленькие детали, которые делают так, как будто этот дом настоящий. При этом гляньте. Повнешка 9. Юзаберите 8, креативность 10. Окей. Везде, куда ты не посмотришь, находятся прекрасные места. Да, с потрясающими деталями. И вы посмотрите, они реально их тестили. Их персонажи лежат здесь, получают массажик. Кози Биллс, еще раз, там в описании есть все ссылки на них. Можете переходить, показывать кучу любви из России, вообще русскоязычных стран. И да, мне отправили дом, который ребята еще нигде не показывали. Он только выйдет у них на канале. И я буду первым, получается, кто его покажет. Даже раньше, чем они. Ах, да, заметки. Дизайн интерьера Супериор. Это просто поверь, что это вышка. Хотя снаружи, как пишут, выглядит немного неорганизованно. Лестницы на нижней уровне могут быть сделаны и получше. Двери от хранилищ не совсем вписываются в эту магическую атмосферу. Короче, ты все услышал. А, 8 предметов было удалено. Ребят, я постоянно вам говорю, что нельзя моды использовать. Вообще никак. Это просто не вариант. Как видишь, этот дом, во всяком случае, по твоему описанию, показался мне одним из необычных. Я отправил его кози Биллс. Но при этом посмотреть его в полной мере нельзя. Потому что этих модов, которые у тебя стоят, нет. А я не могу разрешить всем подряд просто накидывать мне модов. Потому что я берегу общий свой компьютер, слежу там за всеми файлами. Поэтому, да, моды нельзя. Часть какая-то пропала. Я даже не знаю, какая на самом деле. Но это не страшно. Да, дом выглядит обычным. Это то, о чем меня предупреждали. Но говорили, что есть необычные детали. Окей, давайте искать. Я вижу лестницу вниз. Начинаем исследовать. И еще что-нибудь здесь поищем. Потому что, может быть, что-то спрятано. Я хотел бы знать все. Вроде нет. Окей, обычно. Это и строилось, как обычный дом. Задача выполнена шикарно. Ничего примечательного. Не очень, правда, понятно, почему эта хрень здесь стоит. Но, как я уже понял, вы почему-то и очень любите ссувать вообще куда угодно. Ооо, что? Это вот этаж ниже, через лестницу. Это что, приемная? Стоп. Это что? Это эксперименты или больничная палата? Это психушка? Так, видимо, надо отправиться еще ниже. Это злодейское локово. Здесь сидят злодеи. И главные злодеи совещаются, глядя на карту мира. Офигеть. Эта машина есть и у меня. Но лучше, конечно, когда присылаете, используйте апскейлы игрушек. Серьезно, так просто намного лучше. Вот как здесь, например, видите? Две игрушки. И что, они разве не выглядят как настоящие машины? По-моему, вообще не отличить от модифицированных. Смотри, какая кроха, забыла увеличиться. Я тебе помогу. Теперь это наш с тобой совместный дом. Я тоже его построил. Понимаете, это серьезная организация. Есть мужской и женский туалеты. У нас здесь прям вот даже есть кафетерия. Сорян, не знаю, как это по-русски. У нас здесь есть настоящая кухня. Рабочие холодильники. Как мы сегодня поняли, это очень важно. Настоящее злодейское логово. Как никто раньше никогда об этом не додумался. Вы поняли, оно скрыто в кабинете за потайной дверью. Окей, смотри. И юзабилити. Это вполне используемый дом. Единственное, он, наверное, дорогой. Да, 364 за то, чтобы иметь у себя неиспользованных два этажа. Ведь мы не можем здесь владеть империей, знаешь, фирмой. Так что за юзабилити, наверное, даже 6, к сожалению. Этот дом классный как идея, но в игре его вряд ли можно прямо использовать. Внешка, но он обычный. И внутри он тоже обычный. Здесь все отдано во главу идеи. Это я понял. И за креатив здесь 10. Точно. Внешка обычная, тоже выше среднего. Окей, 6. Потому что точно передает атмосферу. И это, правда, обычный дом. Задача справился. Все, ок. 6 и 10 за креатив. 22 балла в итоге. Что Козибилдс говорят? Дом выглядит вполне нормальным на первый взгляд. Но секретный книжный шкаф ведет нас к нескольким этажам под землей. Что заставляет меня думать, что там живет сумасшедший ученый суперзлодей. Очевидно, есть какая-то история. Мне хочется ее узнать. Дверь с принцессой очень милая. Не, я заметил эту дверь. Но окей. Цветовая схема потрясающая. Ребята говорят, что бежевый и оливковый суперски сочетаются. Согласен. Может быть, немного ненасыщенно и, скажем так, блекло. Вот добавить более контрастные детали. Чуть-чуть черного и будет хорошо. И еще совет тебе от ребят. Вот здесь окно расположить. Просто совет. Еще один совет. Располагать вот такую вот лампу. Это очень полезно, потому что дети не страдают от кошмаров. Не помню, в какой именно серии на Цубере я об этом говорил. Но так или иначе, я рассказывал много в периодах детства персонажей об этом светильнике. Вот, например, детство. Я даже не знаю, кого. Там по подсказке перейди. Я еще не знаю, кого я оставлю там на монтаже. Ребята пишут, что нет никакой идеи, что происходит. Это какой-то офис. Но, ребят, посмотрят мой видос, чтобы узнать в точности, в чем дело. Чел, чилица, члиха, чиливица, чилипуська. Человек женского рода, короче. А, девушка. Мальчик. Неважно, короче. Вот. Просто оставь коммент с историей этого дома. Пожалуйста. Просто отправлю его ребятам. Потому что я сомневаюсь, что они поймут русский. А делать субтитры на такой длинный видос. У меня это два выгорания было в последние несколько месяцев. Так что без субтитров. И да, верите? Ребята тоже пишут, что мне кажется, здесь моды отвалились. Как будто должно быть больше машин. Не надо использовать моды. Пожалуйста, максимально их заменяйте. И это я вам говорю для построек для себя. Для построек, которые вы кидаете на зацен. Это исключение. Я больше не буду показывать постройки с модами. И персонажей с модами. Нельзя. Нет, нет, нет. Пометка от Кози Биллз. Очевидно, здесь какая-то история. Но я не знаю. Изоберите. 8, внешка. 6, креативность. 7. 21 балл. Кстати, забавно получилось. Мы постановили 6 построек. В 3-х мои оценки оказались на 1-2 балла выше. В 3-х оценки Кози Биллз оказались на пару баллов выше. Так что, видите, все более-менее адекватно оценено, как мне кажется. И пометка. Большая плоская крыша выглядела бы, наверное, более интересно. Плюс границы покраса можно спрятать за различными растениями. А еще добавить больше деталей для того, чтобы дом смотрелся чуть более живым, что ли. И да, я хочу вам показать одно предложение. Что ребята просмотрели ваши постройки. И они говорят, что здесь просто потрясающие вещи. Вы, ребят, очень талантливые. И да, я прям согласен с ними. А что вы строите? Как? И да, ребят, чтобы вы не думали о судье кто? Козь Биллз. Их постройка. Вау. Причем, смотрите, у нас дорога и скамейки как часть улицы. И участок как часть улицы. Посмотрите, полностью жилой дом. Он такой маленький. Окей, такого я еще не видел. Вот огромный гриб. Стоп, как? Как? Вау. Велосипеды? Что внутри? Слушайте, это немного сюрреалистичное чувство. Потому что я видел их постройки только на реддите. А сейчас у меня одна такая в раннем доступе. Вау, огород. Мини ферма. Сколько деталей? Вот посмотрите на это количество деталей, деталей, деталей. Я вам гарантирую, что это можно использовать. Причем, понимаете, эта дверь. Через нее можно пройти. И оказаться здесь. Сколько растений вы посмотрите на это. Просто это ж сколько нужно заморачиваться. Дом не такой большой, чтобы долго о чем-то говорить. Но вы посмотрите даже на маленькие лампочки. Которые отдельно здесь повешены через отладку. А? Лампы. Понимаете? Они между деревьями. Они везде. Даже магнитофон, который впихнули сюда. Меня всегда удивляли эти ребята. Прямо очень сильно. Если вас тоже и вам очень сильно понравилось. Обязательно, ребята. Просто переходите в описании по их ссылкам. Напишите, как сильно их любите. Можете подписываться везде. Потому что ребята постоянно делают вот такой контент. Вот такие домики выходят. И вообще-то их можно скачивать каждую неделю. Однозначно. Советую. Лайк. Ребятам. А с вас мне. Да, даже про спонсорство напоминать не буду. Просто делай это!